Уже больше недели этот ВАЗ затрудняет проезд другим машинам. Однако найти автолодельца местные не смогли. Казалось бы, Лада занимает немного места. Во всяком случае, мимо проехать несложно. Но это днем. Проблемы же начинаются в часы пик. Двор у нас узкий. Чистят сейчас очень резко. Не разъехаться, не проехать. Утром вообще тяжело в темноте выезжать. Со стоянки даже, если выезжаем, можно его задеть. Мы же не знаем, машина чья-то конкретно. Либо ее угнали и поставили. Из местных машину никто не опознал. Значит, чужая. Стучали по ней, чтобы вызвать хозяина. Никто не отзывается. Предлагали даже вызвать эвакуатор. Но желающих заплатить не нашлось. Я думаю, за свой счет никто. Это дорого ведь. За свой счет, мне кажется, никто не будет это делать. Мы решили сами разыскать хозяина брошенной машины. Вычистить адрес оказалось несложно. Раз машина стоит у подъезда, значит, в нем и надо искать владельца. В одной из квартир нашлись родственники хозяина припаркованной Лады. Это машина моего сына. Сейчас он приедет, ее перепаркует. Вот и все. А почему он так припарковался? Потому что некуда было ставить ее. Машина припаркована на тротуаре. А это нарушение правил дорожного движения. Управу на нарушителя следует искать в ГИБДД, куда нужно обратиться с заявлением. Без заявки во дворы автоинспекторы не заглядывают. В данном заявлении необходимо обязательно указать дату, время и место правонарушения. Также к этому заявлению необходимо приложить фото или видео, на котором будут также указаны четкие регистрационные знаки транспортного средства и сам факт нарушения правил дорожного движения. Ни в коем случае не пытайтесь решить эту проблему самостоятельно. То есть не выталкивайте машину со двора и не вызывайте эвакуатор без инспектора ГИБДД. Иначе уже вы станете нарушителем закона. Юрий Шумков, Олег Кузнецов, Городской дозор. Юрий Шумков, Олег Кузнецов.